Музыка 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 Аккуратно, смотри, знаешь. На этот мы моряка пустим. Только тогда мы возьмем двор, кп контроль. Я понял. А потом уже коробочку туда потянем. Страсит, я Жора, да, срась. Музыка 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 Имя героя по понятным причинам называть сейчас нельзя. Но это не мешает нам думать о нем и гордиться. Музыка 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 В день ранения Струна отстранил матроса от выполнения тупорылого приказа и пошел первым. Подорвался. Музыка 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 Российским СМИ Музыка 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 Стрингер Телеканала Музыка 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 Уюта, одобряющая нападение России на Украину, записала о морпехе песню. В конце весны ком-взвода с позывным «Струна» пропал из видео российских телеграм-каналов, а взвод вывели из зоны боевых действий. Оказалось, что «Струна» и морпех с позывным «Рокот» подорвались на мине. Это произошло либо в конце мая, либо в самом начале июня. Точная дата неизвестна. В октябре Филатов написал следующее. В день ранения «Струна» отстранил матроса от выполнения тупорылого приказа и пошел первым. Подорвался. «Рокот» бросился его вытаскивать и подорвался сам. Обстоятельства ранения, предам огласке, сильно потом. Даже если сдохну я, стану облаком. Текст появится. Первым о ранении написал российский блогер Руслан Асташко. На тот момент, на середину июня, Филатов эту информацию скрывал. Асташко написал, что струне ампутировали ступню. Позже выяснилось, что половину ноги. Вот так он развлекается в госпитале, фотографируется с пивом на протезе и катается по коридорам. В сюжете севастопольского телеканала НТС у Камзвода с позывным «Струна» утверждают, что он чуть ли, цитирую, не координировал штурм Мариуполя. И вообще практически объявлял ультиматумы защитникам Азовстали. Именно «Струна» предложил им сложить оружие, выйти с Азовстали. Нацисты выстрелили в ответ из гранатомета в БТР, которым он командовал. Напомним, речь идет о командире взвода. Ничего подобного на видео Филатова нет. Последнее видео со струной выложено им 25 и 27 апреля, до взятия Азовстали. Они относятся к штурму гостиницы «Азовсталь» и администрации Левобережного района Мариуполя. В газетных публикациях пересказывают эпизод с попаданием в БТР струны из гранатомета. Видео изнутри БТР опубликовал стрингер «Раша Тудей» Филатов. Сейчас идет же просто свежий огонь. Засекли минометные, возникшую боевую зону. БТР, который шел в десантов, был подвержен обстрелу из гранатомета. Выстрел пришел сверху, то есть из жилой квартиры. Соответственно, сейчас этот дом будет уничтожен. Комментаторы в соцсетях пишут, что не верят в то, что якобы экипаж мог уцелеть. Другие российские СМИ пишут, что струна лично потребовал от украинских военных, обороняющих Азовсталь, сдаваться. Ничего подобного на видео нет. Что же на самом деле героического совершил комм-взвода с позывным струна, никто не поясняет. В том числе стрингер российской государственной компании «Раша Тудей» Филатов. По сути, один из немногих, кто снимал этого морпеха. Единственная названная им конкретика – не сдались, будучи в одной из мариупольских пятиэтажек, которую российские СМИ прозвали «Домом Павлова», по аналогии со Сталинградом во Вторую мировую. Тот же струна с личным составом бился в своем доме Павлова и не сдавался вам недоноскам, и смогли прорваться, не сдавшись. При этом боец 388-го морского разведпункта, описывающий бои как участник, утверждает, что был не прорыв, а морпехов вытащила подмога. Тут был и «Дом Павлова», где 50 морпехов попали в окружение и, заняв оборону в пятиэтажном доме, танки ВСУ подходили в упор, засовывали ствол в окно первого этажа и творили ад. Но парни не сдавались. По истечении четырех дней от пяти этажей осталось полтора. Но парней все-таки вытащили. И двухсотых, и трехсотых никого не бросили. Напомним, речь идет о боях за Мариуполь. По оценкам экспертов Пентагона, Россия бросила на взятие города группировку численностью до 14 тысяч военных. Оборонявших город было около пяти тысяч. Украинские военные боролись за Мариуполь в полном окружении 82 дня. По данным мэрии Мариуполя, потери убитыми у российских войск за все месяцы боев за город составили до 6,5 тысяч человек. Российских официальных данных о потерях в Мариуполе нет. Их скрывают. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Стрингер Филатов показывал разные видео того, чем занимается взвод струны. Вот как этот комп взвода развлекался, направляя на него орудие. Под видео с названием «Разведрота берет штурмом гостиницу Азов» пользователи соцсетей пишут, что бойцы идут скучно, не держат дистанцию. Им хватит прилета одной гранаты. То, что лицо и имя комп взвода 810-й бригады скрывают, Филатов поясняет каждый раз по-разному. То скромностью, то тем, что, мол, цитирую, у кранацики за ним охоту начали. Еще один популярный в России блогер, корреспондент ВГТРК Сладков, освещающий войну в Украине, написал, что героев страны россияне обязаны знать. Позывной струна и отличающий его от других красный штатский рюкзак – все, что мы знаем об этом, сохраняющем интригу своего реального статуса военным. Ему поздравления, а я о сотнях других наших военных героев, оставшихся неизвестными. Вариант «Герой мистер Икс» для Родины контрпродуктивен. Почему награжденный званием «Героя России» все еще скрывает свое лицо? Некоторые российские пользователи соцсетей выдвигают свои предположения. Так у него там родственники, семья и куча отморозков в Крыму, симпатизирующих Украине или с хохлядскими мозгами, или неокрепшими мозгами. А террористы эти работают и вербуют на раз всяких неокрепших. Так что безопасность его семьи превыше наших хотелок поглазеть. Является ли этот командир взвода 810-й бригады крымчанинам – неизвестно. Например, по некрологам заметно, что большинство морпехов 382-го батальона бригады были из разных регионов России. Но некоторые убитые все же были крымчанами. Алексина Дорогань, Анжелика Руденко для Крымреалии. Субтитры создавал DimaTorzok